Майские праздники 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 В минувшей неделе произошло сразу несколько событий, которые наводят на мысли о том, что население республики наконец-то начинает осознавать деструктивность руководства регионом. Как обычно бывает с глубинным народом, эти события произошли только тогда, когда опасности, проблемы и конфликты приблизились, как говорится, на толщину трусов. Но хотя бы так, давайте по списку пройдемся, по этим похожим друг на друга во многом событиям. В селе Ишмурзино Баймакского района прошел сход граждан. К слову сказать, этот сход граждан был неохотно санкционирован местными властями. Видимо, исходя из страха, если не разрешат, то все равно он пройдет, но уже с вилами в руках. И местные власти даже присутствовали на этом сходе граждан. Люди собрались, причем собрались в очень большом, на мой взгляд, количестве. Разные назывались цифры. Кто говорил, тысячи человек, кто говорил, несколько сотен человек. Но для сельской местности это было действительно очень много. И, собственно, начался разговор, разговор на повышенных тонах, о том, что жители села Ишмурзино категорически протестуют против варварских способов добычи золота, которое, в общем-то, разрешено республиканскими властями в непосредственной близости от населенного пункта. Собравшаяся толпа констатировала, что рядом протекающая речка уже обмелела из-за того, что беспорядочно вокруг все копается, бурится и нарушаются все пласты и геологические залегания. Местные жители очень беспокоятся за то, что у них исчезнет вода в колодцах. И, соответственно, тут уже будет вопрос, чем поить скотину и что пить самим. Реально много очень народа собралось. Страсти накалились, вскипели и в порыве праведного гнева, собравшиеся прямо на месте, отправили в отставку главу сельсовета этого Ишмурзина. Не остановившись на этом и пользуясь растерянностью ошизевших представителей районной администрации, народ избрал тут же на месте нового главу сельсовета. Но тут власти немножко опомнились и стали жалобно заявлять о том, что так не делается, и выборы у нас только в сентябре, и все это не по закону. Мне вот интересно, в связи с чем у меня вопрос, а если события будут развиваться по восходящей, следующее такое собрание произойдет уже с шанцевым инструментом в руках, власти также будут попискивать про законности, про выборы в сентябре. В итоге сход граждан принял обращение и записал это видеообращение к Владимиру Владимировичу Путину, как положено, с просьбой вмешаться. Странно, что обращение это было записано стоя на ногах, а не стоя на коленях, но, впрочем, как есть, так есть. В Сибае местные жители вновь обеспокоились судьбой бюста Ахмедзаки Валиди, который там раньше стоял, в этом замечательном городе. Кстати говоря, немного городов на планете, где есть бюст Ахмедзаки Валиди, вот Сибае был таким городом до 2021 года, когда господин Авзалов, тогда мэр Сибае, а ныне министр туризма, демонтировал этот бюст. По версии властей, для реставрации. С тех пор прошло два с лишним года, бюста нет, реставрация не завершена, а теперь еще демонтировали и постамент этого бюста. И вот народ заволновался. Многие из активистов Сибае заявили, что подобное отношение к памятнику Ахмедзаки Валиди – это выстрел в сердце целого народа. Ну, примечательно, во-первых, что памятник, вот этот бюст, установлен по инициативе ныне действующего премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова. И, конечно же, беспокоясь за бюст Ахмедзаки Валиди, я бы советовал жителям Сибае обратиться официально к властям с требованием продемонстрировать им этот бюст, где бы он ни был, на реставрации, чтобы они успокоились и поняли, что его реставрируют, а не раскололи на куски и не попрятали где-нибудь в соседнем карьере. Ну, вообще, конечно, интересная ситуация, будем за ней обязательно наблюдать. В Белорецке случился очередной бытовой, но при этом национальный конфликт. Такжитские парни, гастарбайтеры, катаясь по городу, начали настойчиво приглашать несовершеннолетних девочек прокатиться с ними на машинах. Девочки отказались, убежали, пожаловались родителям, родители пошли разбираться. В конечном итоге один из отцов этих девочек был основательно избит, получил телесные повреждения. Местные жители собрались у дома, где проживали эти таджикские гастарбайтеры и чуть было не линчевали непрошенных гостей. Прибыла полиция, заступилась за них, навела порядок, увезла кого-то в отделение полиции. Сейчас идет разбирательство и даже, видимо, будет возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, но очень важна здесь суть претензии жителей Белорецка к местной власти и к правоохранителям. Они предполагают, что правоохранители вовсе не наказывают тех, кого нужно наказывать, что задержаны, как они выражаются, стрелочники истинные, виновники наказаны не будут и вообще у них конфликт с таджистской диаспорой. Отличительной чертой этого конфликта является то, что жители категорически не верят в беспристрастность местных властей и правоохранителей. Вот в чем самая главная проблема. Ну, идет разбирательство, посмотрим, чем закончится. А вот в селе Таваканово местное население резко осудило и выступило против планов властей продать московским инвесторам государственное ООО «Тавакан», крупнейший государственный сельхозпроизводитель. Протест и неприятие этой идеи были настолько резкими и сильными, что власти очень быстро испугались. И устами главы района Искужина и министр сельского хозяйства Фазрахманова в панике заявили о том, что они отменяют эти планы, отказываются от этих намерений, ничего продавать не будут. В соцсетях стали шуметь о том, что Танакан продают каким-то месквичам. Мы услышали, что там было на собрании, но хотелось бы, чтобы простые телезрители... Не мешайте, я же не пристаю к нему. Не хулиганьте. Мы услышали, услышали все правильно. Нам понравилось. Просто телезрителям скажите, что будет с Танаканом дальше. Вы уже говорили. То, что я сказал, то и будет. Поэтому никаких слух я не слышал, не видел. У нас сегодня рабочее совещание. Мы приехали, поговорили с населением. Мы сейчас дальше едем в другие районы. Каких-либо проблем особо мы не видим. Сегодня Танакан развивается, двигается и надеемся, что... Продавать никто не собирается. Вот именно про это хотел услышать. Ну, в этом случае, как говорится, не про канала. Подводя черту под этими всеми событиями, казалось бы, разнообразными, можно заметить, что все они пропитаны глубочайшим недоверием к региональным властям. То есть конфликты вроде как в этих случаях везде разные. Тут девочки, значит, с какими-то гастарбайтами. Там, значит, золото добывают. Здесь пытаются продать государственное предприятие. Но везде причина и подоплека одна и та же. Глубочайшее недоверие хабировской команде. Напоминаю нашим подписчикам и зрителям о том, что, помогая нашему каналу, вы помогаете себе обретать объективную и разнообразную информацию. В наше время это становится делать все сложнее и сложнее. Все меньше источников информации, которые хоть сколько-нибудь достоверны. Потому, помогая нашему каналу на 100-200 рублей в неделю, вы делаете большое дело и обеспечиваете себя надежным источником информации. Помочь каналу можно, к сожалению, единственным способом, перечислив деньги на тот расчетный счет, который мы демонстрируем вам в каждом выпуске, который есть в описании каждого выпуска, и найти его достаточно несложно. Если предприятие Тавакан местным жителям удалось отстоять от хабировской приватизации, то флагману транспортной сферы Башкортостана компании Башавтотранс, похоже, не избежать этой приватизации. И, судя по всему, в ближайшее время эта компания пойдет под нож. Стало известно, что Башкир Автотранс включен в план приватизации, причем обязательной приватизации, на 2023 год. И мгновенно все башкирские СМИ сразу закудахтали и запричитали о тех, какие огромные убытки аж на целый миллиард рублей понес Башавтотранс в 2022 году. Ну, отметим, что Башавтотранс как-то неохотно, нелепо отвергал эти упреки, ссылался на какую-то чушь про амортизацию. В общем, нельзя сказать, что компания настойчиво отстаивала свое доброе имя в плане того, что она там прибыльная, эффективная и так далее, и так далее. Я вообще всегда говорил, что в республике Башкортостан осталось только три крупных плюшки, продав которые может хорошенько поживиться команда Хэ. Это Башспирт, аэропорт Уфа и Башавтотранс. Похоже, что решили начать с Башавтотранса. Теоретически в Российской Федерации отработано достаточно много технологий приватизации, позволяющих обогатиться не собственнику, государству, а частным лицам, которые временно его представляют. Все эти технологии сводятся к одной простой вещи – к искусственному занижению стоимости актива на момент приватизации продажи в частные руки и последующему распилу этой скидки между теми, кто ее формировал, обеспечивал юридически, и теми, кто ее крошевал со стороны силовиков. Это действительно, конечно, коллективное творчество. Очень многие люди обычно задействованы в подобные процессы. Посмотрим, кто и за какие деньги купит Башавтотранс. Актив еще недавно оценивался в 3,4 миллиарда рублей. Актив состоит не только из большого количества автобусов, многие из которых совсем недавно куплены за бюджетный счет. У Башавтотранса есть огромное количество земельных участков, зданий, сооружений, разбросанных по всей Республике Башкортостан. Одна оценка только этого актива, пожалуй, должна занять много месяцев. Посмотрим, с какой скоростью команда «Х» начнет продавать Башавтотранс. На минувшей неделе в Республике случилось два события, которые, на первый взгляд, никоим образом между собой не связаны. Это прибытие теплохода и премьера кинофильма. Но если внимательно вчитаться в титры кинофильма и бортовую надпись теплохода, станет понятно, что и «Кораблик», и кинофильм имеют непосредственное отношение к Тимирбулату Каримову, внуку Мустая Карима и действующему зятю Игоря Ивановича Сечина. Речь идет о кинофильме «Помилование» по произведению Мустая Карима и о пятизвездочном круизном теплоходе, который прибыл в город Уфу, и называется он, понятное дело, «Мустай Карим». К обоим этим событиям, повторюсь, имеет отношение Тимирбулат Каримов. Если из прибытия теплохода в Уфу власти попытались сделать событие планетарного масштаба, как если бы корабль этот был построен руками самого Радио Фаридовича Хабирова и даже спустили половину Павловского водохранилища в стремлении поднять на полметра уровень воды около Уфы в реке Белой, то на премьеру фильма «Помилование» никто из высокопоставленных чиновников и даже чиновников Министерства культуры не соизволил явиться. Причем не соизволили явиться они демонстративно, хотя сам фильм и его материал, и автор исходного материала все имеет непосредственное отношение к Республике Башкортостан и более того является его гордостью. Очевидно, что команда «Х» видит в фигуре Тимирбулата Каримова явного претендента на их власть. Но, если честно, вот сейчас это просто смешно. Уфа готовится к празднованию 9 мая, и односельчане, считающиеся по нелепому стечению обстоятельств администрации города Уфы, решили украсить столицу почему-то сербскими флагами, разместив их на крышах домов в районе Парка Победы. Знатоки российской символики робко указали на этот казус, и флажки пришлось перевернуть. Чем уж там КВНщики из мэрии так пристрастны к флагам Сербии, я не понимаю, но, может быть, просто ребята не в курсе, как расположены цвета на флаге Российской Федерации. Но на географическом кретинизме власти города решили не останавливаться и решили, как говорится, поддать огня. В вечерний час пик 4 мая была проведена репетиция парада конницы МВД и даже служебных собак на проспекте Октября с полным перекрытием движения на основной транспортной атерии миллионного города на несколько часов. Даже в Москве репетиция парадов и перемещение военной техники перед этими парадами происходит в ночное время. Но Мавлеев и его пацанчики, судя по всему, в Москве никогда не были и не интересуются, собственно, как производятся эти манипуляции в цивилизованном мире. Соответственно, мы имеем то, что имеем. Собственно, результатом этого безумия стал сбитый на перекрестке регулировщик, полный коллапс транспорта и примерно 1 миллион нецензурных оценок в адрес мэрии Уфы. Тандем нового министра строительства Раделя Саетова и Ратмира Мавлеева, замешанный на семейной дружбе и благословленный самим Саша Сидякиным, заработал с первой же минуты. Причем с первой же минуты, я бы сказал, на шестой скорости. Молниеносно подписаны документы на строительство, внимание, шести многоквартирных домов этажностью до 31 этажа в непосредственной близости от ботанического сада. А помните, как совсем недавно визжал Ратмир Мавлеев на тему недопустимости высотного строительства, например, в районе улицы Шата-Руставели? Ну, видимо, переосмыслил юноша свою концепцию застройки города Уфы. А еще в Уфу заходит новая строительная компания, крупная петербургская строительная компания, группа компаний «Эталон». Ей доверено построить дома на 4 тысячи квартир, а это примерно 148 тысяч квадратных метров, в квартале Кирово-Айская, проспект Салавата-Юлаева. Интересно, повезет ли этому «Эталону» больше, чем не повезло «Садовому кольцу». Посмотрим, как будут развиваться события, и хочется разобраться, что же это за компания. Мне известно, что там очень примечательный, любопытный генеральный директор, человек с замечательными хобби и интересами. Будем наблюдать, будем смотреть, как очередная пришедшая в республику строительная компания будет реализовывать свои проекты. А тем временем пустующая набережная Уфы так и не дает покоя ни Радио Хабирову, ни Радмиру Мавлееву. 687-е совещание по застройке набережной реки Белой в Уфе определило, что теперь будем застраивать фитнес-клубами, банями, ресторанами с блокджеками и шлюхами, но, собственно, как мы любим. Может быть, это, конечно, и шутка, но вообще в каждой шутке есть доля шутки, и, возможно, все так и получится. Хотя, понятное дело, что желающих сейчас инвестировать вот при таком управлении республикой не очень много, если не сказать, что совсем нет. Видя все это позорное великолепие, сама старушка Уфа постепенно проваливается под землю от стыда. На минувшей неделе часть улицы Менделеева бесследно ушла под землю, напоминая о том, что асфальт не умеет держаться исключительно на разметке, иногда его нужно укреплять битумом, а вот полости, образовывающиеся под ним из-за размытия водой, которая вытекает из порвавшихся труб, нужно время от времени заполнять песком, гравием, ну или чем их там можно еще заполнить. Вот уже 4 года команда Хэ бесконечно говорит о своих достижениях. Колосится рожь, рычит белорусский трактор, красиво открывает рот Элвин Грей, и не менее красиво Джефф Монсон идет поступать на работу в Курултай. Но лучше всего достижение властей иллюстрирует то, как живет и как работает народ в регионе. Вот в этом смысле все не так радужно. Выясняется, что 10% населения республики Башкортостан, а это 400 тысяч человек, живут ниже официального уровня бедности, то есть имеют доход менее 13,5 тысяч рублей в месяц. Почти 9% работающего населения вынуждено работать за пределами региона, потому что они не могут себе найти достойную работу на территории республики. Ну, по-моему, вот эта статистика как раз как нельзя лучше иллюстрирует результаты четырех лет правления Хабирова, но, возможно, кого-то утешают песни Элвина Грея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова